здравствуйте друзья доброе утро четверг и масса событий буквально вот за пару дней произошедших так что давайте мы поговорим у нас такой как бы небольшое такое дежурство произойдет по америке первое давайте мы закроем тему которую вчера пришлось приоткрыть по поводу голосования по второму проекту иммиграционные реформы который типа как они его называли компромиссным но это как бы был компромисс внутри себя там у них какой-то республиканской партии поэтому вот они выставили его так сказать на голосование и было понятно что он не пройдет мы собственно вчера обсуждали если было непонятно каким большинством или там меньшинством он не пройдет надо сказать что за этот проект то есть против этого проекта голосовали даже те люди которые участвовали в составлении вот этого документа то есть они конечно ну с правой стороны как бы до таких консервативных консервативных которые считали это к некоторым компромиссом который бы не нравился им нравился тот проект который был первый который не прошел вот и они там уже скрипя сердцем там пытались найти компромисс с умеренными но в общем короче когда голосование было они за него голосовать даже не стали если и первый проект собрал там 193 за то этот собрал то типа 120 1 1 голос за то есть писать там еще 73 республиканцев просто проголосовали там против так что если первый раз 40 человек проголосовали против то второй раз там 120 там проголосовали против 110 в общем такая вот история закрыто все закрылась лавочка в общем никто больше не будет сейчас ничего такого делать хотя речь шла о том чтобы сделать какой-то законопроекте такой маленький такой маленький по поводу того что происходит на границе и чтобы не разделять детей с родителями несовершеннолетних вот так такая идея была но мы пока не видели этого законопроекта они сейчас вот соберутся сегодня они соберутся и дальше я не знаю вряд ли сегодня что-то произойдет но дальше они уже после 4 июля встретиться то есть через ну неделька пройдет больше может пройдет потому что они должны сейчас уйти на небольшие каникулы чуть-чуть вот а потом вернуться может быть за это время чуть такое произойдет что вообще уже не до этого будет у нас все время что-то происходит что уже не не до того что было вчера в частности у нас вчера объявил о уходе на пенсию один из из девяти судей верховного суда сша там их 9 специально так задумано чтобы было нечетное количество чтобы они могли всегда определиться там воздерживаться нельзя значит и голосуешь там за или против уж такая история поскольку я хочу объяснить важность верховного суда для жизни сша поскольку право прецедентное то происходит такая история вот в судах более низкой инстанции принимаются какие-то решения решения оспариваются они переходят на суд более высокой инстанции так далее так далее в конечном счете они приходят вот к верховному суду и верховный суд принимает какое-то решение и это решение поскольку право прецедентное становится как бы законом то есть да то есть уже все следующий раз вот уже известно как это все должно быть и они не только там говорят вот так или так они пишут какое-то заключение такое серьезно которое обосновывает и вот это заключение тоже является частью как бы системы юридической что ли аргументация в пользу знаете вот эта аргументация если она сработала здесь и верховный суд значит ее там принял да соответственно это же аргументация может ну или скажем должна или так скажем влияет на аргументацию в другом кейсе и так далее это все такая довольно сложная система но я просто объясняю почему так важно так важна роль верховного суда и вот этот человек который сегодня вчера объявил что он уходит на пенсию был таким как бы балансирующим элементом из этих девяти человек так получилось что сегодня 5 консервативных судей а 4 либеральных почему одни консервативные другие либеральные потому что механизм назначения судьи он такой политический то есть фактически верховный суд он хотя как бы они пожизненно избираются и должны в интересах всей страны там и так далее но в принципе живые люди как бы у них есть взгляды более консервативные менее консервативные поэтому они интерпретируют закон по разному более консервативные или менее консервативно так далее но президент действующий по конституции давайте камеру поверну на улицу чтобы солнышко нам не светило значит по конституции действующий президент предлагает сенату кандидатуру судьи одну и сенат обсуждает и как бы принимает решение там поддержать не поддержать если не поддержал тогда президент предлагает другую кандидатуру надо сказать что исторически никогда не было особых проблем с этим делом ну то есть как вы президент на должности предлагает кандидатуру народ обсуждает учетом в конце концов а вот за те два срока которые обама был президентом он двух человек предлагал кандидатуру и в общем все голосовали то есть нет не то чтобы ему кто-то там по при воспрепятствовал там провести каких-то людей другое дело что конкретно обама например он не не хотел не любил раздражать никого то есть он предлагал не таких ярых леваков а он так более-менее умеренно таких либеральных чтобы ну как бы чтобы республиканцам голосующим сенатором не было уж так вот прям совсем плохо с этого у него отняли возможность назначить третьего такая вот как бы я не знаю деятельность антигосударственная значит господин макконнелл который до сих пор возглавляет республиканцев в сенате вот он не поставил на голосование ту кандидатуру которую предложил обама это было за год еще до истечения его полномочий сказал ну ничего сказал он годик мы побудем без верховного судья значит вот а там посмотрим вот как выборы лягут вот так пускай тогда и решают ему демократы сейчас говорят о чем говорят так давай это выборы живот тут даже года ждать не надо четыре месяца осталось но они они как раз сейчас форсируют на замену судьи и я продолжаю объяснять в чем там значит фишка так вот исторически судей было четыре либеральных и 5 консервативных то есть фактически верховный суд сегодня как бы является так такой таким местом где две партийные ячейки ведут некую борьбу но рамки этой борьбы очень ограничены они узкие все-таки есть закон есть конституция и по подавляющему большинству вопросов у них мнение не расходится но есть тонкость и вот под эти тонкости становится законом когда верховный суд принимает решение и вот этот человек который сейчас выходит на пенсию господин кеннеди ему 81 год и он последний как скажем так у него несколько периодов так его юридической жизни но последние годы своей карьеры он такой был как бы консервативный с одной стороны то есть он назначен был с консервативной стороны но у него было много таких либеральных идей в частности его голос там все время как спорное решение так сразу там 5 на 4 вот верховный суд там 5 на 4 5 на 4 5 на 4 то есть фактически решает один человек у них бывает ситуации когда там 7 против 2 они тоже бывают но очень очень часто в критических безумно критических ситуациях все решает один человек вот один голос и вот этот самый кеннеди был тем самым голосом который например привел к таким вещам это изменило страну правда значит вот это то что касается например там с абортами то что касается прав сексуальных меньшинств и так вот он был тем голосом который присоединялся к либералам в этих ситуациях поэтому как бы так вот так вот получилось хотя в целом он консервативный как бы судя и все такое но вот получалось что там было как бы четыре не четыре на пять а вот четыре с половиной значит как бы на четыре с половиной потому что он перекатывался периодически на ту сторону на эту сторону и сейчас что происходит значит если его заменить а его естественно заменят он по моему с 1 июля что ли с какого-то июля он уходит подставку на пенсию и когда его заменят а заменит его на консервативного судью то а дальше еще вот что происходит значит поскольку это пожизненная должность конечно если избрать туда человека как назначить которому вы там 70 лет это одна история но если туда назначить например человека которому только 50 вот например предыдущий которого не дали назначить обами вот трамп значит туда назначил господин горсыч он молодой ему лет вообще там 48 значит вот этот самый горсыч ближайшие 40 лет может быть да легко 40 может 35 лет будет определять закон по которому живется страна понимаете это не просто где рассудили а это где закон сформируется помимо конгресса там и так далее то есть формируется окончательная интерпретация этого закона там выше уже инстанции нет теперь если назначить там еще одного допустим ну даже там 52 года значит мы имеем опять на 30 на 35 лет может быть на 40 лет мы имеем значит еще один такой столбик туда забитый который будет скажем решать в одну сторону а они в другую и это как бы очень существенно это очень существенно и плюс к этому что произошло для того чтобы горсыча назначить республиканское большинство изменила правила в сенате они изменили правила назначения судей если раньше правило процессуальные процессуальное правило было такое что нужно иметь там 60 голосов чтобы из 100 в сенате чтобы принять решение значит они изменили правила и и теперь достаточно простого большинства простое большинство это то что у республиканцев сейчас есть в сенате ну то есть оно такое большинство там пока что очень маленько но она есть и они спешат сейчас потому что бог его знает что там будет после ноябрьских выборов эти может уже и большинства не будет а может и совсем плохо будет и вообще ничего не поймешь поэтому они спешат и кого-то там кого-нибудь провести поэтому ну кого вот помоложе по упертий и так далее причем это не выбирает сенат сенат только одобряет выбор президента вот поэтому с другой стороны не то чтобы наш президент там хорошо знал всех этих судей но ему у неё там советники есть они ему говорят вот этот вот тот значит дальше идут слушание в сенате там его гоняют не гоняют как ты по этой линии по той линии но в целом значит у демократов нет возможности повлиять то есть никто не ищет компромиссную фигуру который бы устроил и тех и других ищут фигуру которая как бы но понятно да то есть на компромиссах речь не идет дальше что еще значит интересно в связи с тем что меняется как бы перевес расклад сил меняется в верховном суде возникают вопросы о судьбе некоторых решений которые были вынесены ранее например допустим вот есть там мы знаем верховный суд сказал что женщина имеет право на аборт все это все понятно и этого никто уже не отменит это и то есть это уже это уже деть никуда нельзя но можно всяким ограничения на это право то есть слева с одной стороны с другой стороны сузить по возможности набор ситуации в которых человек реально может это сделать и как бы вот уже дискуссия пошла каким образом это повлияет вот на именно на аборты то есть казалось бы только вот один день ты прошел а уже вот со всех сторон обсуждают значит как это повлияет на 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 именно аборты и для меня это немножко неожиданно было вообще никогда не честно сказать с этой точки зрения не смотрел на выбор там верховного суди но вот мы видим что как то так вот обсуждается никто не говорит о последующем на езде на права там секс меньшинств вот я не таких голосов я там не слышу а вот почему то вот с абортами так вдруг всплеск такой такая вот такая вот интересная ситуация то есть меняются меняется фокус в рассуждениях там во внимании общества и так далее поскольку сегодня объявили о программе визита трампа в москву мы меняем тему и собственно вчера уже об этом было сказано но было сказано что мол пока вот мы не объявляем подробно но вот мы объявляем что будет вот и на эту тему много комментариев идет я даже не знаю стоит ли это там все повторять или там пересказывать но в общем то пишут так что союзники обеспокоены то есть как бы то есть и так на них там наезжают вот союзники по нато и говорят что вообще нато это не то и очень дорого обходится и нафиг нам это нато вот и конечно мечта так сказать путина это куда-нибудь нато засунуть чтоб его не было поэтому наверное он очень любит трампа несмотря на всякие там санкции хотя санкции она тоже хочет чтобы ему отменили потому что отменить санкции это фактически дать добро на войну в донбассе на аннексию крыма на вот все то за что запад как бы на него ополчился и но я не знаю чем мы не знаем чего выкинет президент поскольку он человек малопредсказуемый и никто не знает даже в ближайшем окружении они постоянно как-то вот но но они им не управляют абсолютно то есть он он сам по себе и вот они сколько они не пытались его отучить управлять страной через twitter он все равно это делает именно через twitter хотя конечно наверное есть какие-то кулуарные вещи которые в twitter не выходят я надеюсь но в общем twitter остается как бы важнейшим инструментом как вот когда-то ленин говорил что важнейшим из искусств для нас является кино да уже вовлекает массы вот сегодня у нас важнейшим из сми является twitter так вот как бы для мобилизатор и организатор масс в общем мы посмотрим до чего они там договорятся я не знаю это 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 может быть сложно в интерпретации я думаю что много полярных мнений также как например вот интерпретация того что произошло при встрече с корейским диктатором когда сша не получив ничего взамен взяли на себя обязательства не проводить учений совместных с южной кореей и трамп даже назвал их провокационными мы не будете еще не больше деньги сэкономим вот значит провокационные то есть корейский диктатор всегда называл эти учения провокационными теперь уже и мы их называем провокационными и он сказал что он их не будет проводить и взамен ему пока ничего не дали и вот вчера как раз публиковали снимки со спутников али показывающие что идет укрепление там ядерных объектов с корейской стороны поэтому не знаю в общем что там у них по их получится в кремле мы посмотрим но рассуждений много потому что это не просто он едет в кремль а летит а там еще на что него визит в лондон еще у него визит там общение со странами нато и в общем тот как сказать шорох который был дан странам нато он как бы усиливается то есть непредсказуемость намерений понимаете им же тоже как-то жить надо ну скажи прямо мы все мы больше с вами не дел не имеем они бы начали как-то самоорганизовываться а тут вот как бы не не туда и не сюда все такое подвешено и в общем занятно но в общем наблюдаем я могу сказать наблюдаем и вам доложим как что чего происходит вот фактически я вот вам рассказал давайте я поверну на себя вот я вам рассказал чего пишут какие у нас на первых полосах так сказать новости и отправляюсь на работу счастливо